Пандемия коронавируса серьезно ударила по сектору туризма Армении. Госказна недосчиталась значительной части налогов. Армия безработных пополнилась людьми, когда-то работавшими официантами, горничными, гидами, администраторами, отельерами и водителями. Чтобы помочь у отрасли, некогда обеспечивающей серьезный вклад в ВВП страны, правительство Армении утвердило для туркомпаний антикризисный пакет. Как переживают кризис в сфере, узнавали наши корреспонденты. Пустые кафе, пустая центральная площадь. И это в самый разгар туристического сезона. Убытки отелей, ресторанов, по подсчетам экспертов, за первое полугодие составили уже полмиллиарда долларов США. Ситуация такова, что она вынуждает многих уходить из этого бизнеса. Ну а те, кто пока еще пытается удержаться на плаву, честно признаются, что работают в минус. Оптимизация затрат – тот путь, который выбрала глава одной из старейших туркомпаний страны Лариса Макуян. По ее словам, кризис свел на нет все прошлые 20 лет успеха. Вместо проведения запланированных ивентов и встреч гостей из-за рубежа, Лариса Макуян была вынуждена сократить затраты на аренду офисов. Ведь туристов все равно нет. У нас были огромные планы. 18 марта мы ушли на карантин. Мы потратили очень много времени и ждали туристов из Казахстана. Мы ждали 15 июня, потом 15 июля. Сейчас ничего не ждут, то есть надо понять, то есть реально будут перелеты, будет какой-то туризм. Тем временем внутренний туризм, о необходимости развития которого сегодня часто говорят в правительстве, не приносит доходов, на которые можно содержать компанию, и главное – платить достойную зарплату сотрудника, говорит Лариса Макуян. Поэтому предпринимателям ничего не остается, как ждать открытия границ. Тем временем на днях Кабмин принял антикризисный пакет помощи именно для сферы туризма. Главный посыл документа – сохранить рабочие места. Что делает государство? Давайте я буду субсидировать посредством гранта или 33% фонда зарплаты или 25%. И это не просто один раз. Это с июля этого года до марта, включая март следующего года, ежемесячно. Если, допустим, в августе месяце число рабочих ваших составляет 70 и больше процентов числа рабочих того же месяца прошлого года, значит, насколько у вас был за этот месяц фонд зарплаты, 33% выплачивает государство. Если меньше, чем 70%, то поддержка, господдержка уже будет 25%. Однако, учитывая застой, начавшийся в марте, соответствовать этим критериям сегодня могут далеко не все. К слову, Лариса Макуян на помощь государства даже не надеется. Говорит, ситуация показывает, что рассчитывать нужно только на самого себя. Надо как-то посмотреть с нашей стороны тоже. Я понимаю, что государству тоже денег не такое количество, что они как бы готовы все и вся. Но при этом надо же понять еще и с нашей стороны. Я считаю, что для туризма делается мало. Это мое личное мнение. Может быть, кто-то получил и кто-то доволен. Я лично нет. Потому что я понимаю, что рамки поставлены так, чтобы дать меньше денег, естественно, которых, наверное, не так много. Первых туристов в стране ждут не раньше Нового года. Общий урон по итогам 2020-го для сферы гостеприимства может составить, по словам главы Федерации туризма Армении Михака Апрессиана, полтора миллиарда долларов. Примерно 20% от суммы – это налоги, которые могли бы пополнить бюджет.